Доктор Марк Верклер Это занятие номер два, заглавленное «Роль разума в обучении». Мы вновь приветствуем вас на занятии из цикла «Помазанное духом учения». Что это такое? Как мы можем этим заниматься? Как мы можем передавать знания откровения нашим ученикам? При ведущем занятии мы сказали, что цель познания в том, чтобы получить знания откровения от Бога. Когда мы с вами готовимся к проповеди или обучению, скорее всего, мы получаем знания откровения от Бога. Но трудный вопрос, с которым нам приходит сталкиваться, заключается в том, как сделать это знание откровением в их сердце. Потому что я не хочу передать им знание откровения, сделав его лишь информацией для них. Информация совершенно не меняет людей. А откровение Духа Святого меняет людей. Каким процессом я пользуюсь, чтобы получить от Бога знание откровения изначально? Я хочу воссоздать этот процесс в моем классе или воскресном утром, когда я проповедую. Итак, мы проводим наших людей через тот же процесс, чтобы они получили то же откровение. Чтобы они не покидали это место лишь с информацией в голове. На этом занятии мы поговорим о роли разума в обучении. Откройте со мной Библию. Экклезиаст 12.12 А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет. И много читать утомительно для тела. Итак, он говорит, если я много изучаю, это утомляет. Мне кажется, мы все согласимся с этим. Хорошо ли изучать Библию? Призывает ли нас Библия изучать Библию? У нас же есть группы по изучению Библии. И я всегда считал, что это хорошо изучать Библию. В английском переводе Библии я читаю, что там говорится изучать Библию. Это было во втором Тимофея 2.15. Но я обнаружил, что это был неверный перевод с греческого. Я обнаружил, что в Библии нет стиха, который говорил бы нам изучать ее. Что ж, я сказал, это удивительно. Потому что я занимался этим годами, а там даже нет стиха, который говорил бы делать это. Поэтому я начал молиться об этом. И Бог сказал мне, Марк, у меня есть нечто лучшее, чем изучение. Это называется размышление. 20 раз Бог заповедует нам размышлять. Он говорит, размышляйте над Словом Моим день и ночь. Это Иисус Навин 1.8. Итак, размышление намного больше, чем изучение. Для многих людей изучение – это когда мы прилагаем свой разум к какой-то теме. Затем я посмотрел на определение слова «размышлять». И вот что я обнаружил. Первое, там сказано, что я должен говорить, проговаривать. Итак, мои уста должны быть вовлечены в этот процесс изучения. Итак, мы должны включить свои уста в этот процесс. Мы должны побуждать людей исповедовать Писание, исповедовать библейские принципы. Давайте попрактикуемся в этом прямо сейчас. Скажите вместе со мной. Книга Иисуса Навина 1.8 повелевает мне размышлять над Божьим Словом. Я принимаю решение размышлять над Божьим Словом. Я принимаю решение обдумывать Слово Божье. Я решаю говорить Слово Божье вслух. И я прошу Бога дать мне знание откровения. Когда я молюсь над Словом Божьим. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Сейчас я вовлек вас в библейское размышление. Я заставил вас говорить вслух истину. И вместе делать библейские заявления. И это часть библейского размышления. Господь побуждает мне поступать так все больше и больше, когда я проповедую или учу. Я призываю вас молиться об этом. Господь может побуждать вас поступать так же. Я отношусь с осторожностью лишь к одной вещи, когда мы занимаемся исповеданием вслух. Я осторожен и не прошу людей обещать Богу, что они сделают что-то. Потому что обещание подобно обету. И Библия говорит, не давать обетов вообще. Поэтому я не призываю вас говорить, Господь, я обещаю размышлять над твоим словом. Я попросил бы вас повторить следующее. И вы можете повторить это за мной. Я полагаю силу и Святого Духа размышлять над твоим словом всякий раз, когда прихожу к Нему. И так я не обещал. Я поставил эту цель силу и Святого Духа. В моей собственной жизни, что касается меня, я не обещаю Богу, что я буду что-то делать. И когда я веду людей в исповедание, я не выхожу за эти пределы. Библия говорит, что лучше не давать обещания, если потом их нарушишь. Если ты дашь обещание и потом нарушишь, это приведет проклятие на тебя. Но если ты не обещаешь, это не принесет ничего плохого в твою жизнь. Я не хочу приносить что-то плохое на себя или на моих людей. Давайте попрактикуемся и скажем еще раз. Я полагаю цель силу и Святого Духа размышлять над твоим словом день и ночь. Дух Святой, привлеки меня к такому образу жизни. Я благодарю тебя за то, что ты делаешь. Во имя Иисуса. Аминь. Когда мы поступаем так, мы уподобляемся хорошему тренеру. Мы берем людей за руку и говорим, пойдем, я приведу тебя в одно хорошее место. Я оказываюсь на одном уровне с ними и побуждаю их идти вперед. Вот чего хотят наши люди. Они хотят, чтобы мы были рядом с ними и побуждали их двигаться вперед. Много лет назад, когда я проповедовал, я увидел, что они находятся на одной стороне забора, я на другой, и я побиваю их. И я думаю, что это была очень плохая картина для проповеди обучения. Эти люди пришли сюда, потому что они изголодались по Богу. И они надеются, что ты можешь помочь им переместиться в другое место. Они не хотят, чтобы их побивали, они хотят, чтобы их любили и заботились о них. Один из способов любви и заботы, это когда я буду хорошим тренером. И если Библия говорит размышлять, позвольте мне повести вас в библейское размышление. Итак, размышлять означает говорить, проговаривать Слово Божье. Другое слово для размышления – это бормотание. Бормотание будет говорение на языках. Один из замечательных способов, с помощью которого мы можем получить откровение, это молитва на языках над Библией. Мы можем молиться на языках несколько минут, и это нормально. Так мы заряжаем наш дух, мы открываем наш дух, и мы готовимся получить служение Слова. При собрании народа я никогда не веду людей поступать таким образом в группе, потому что Павел сказал, это может выглядеть как хаос для людей, которые не говорят на языках. Еще одно слово, которое частично выражает размышление, таково – это рев или рык. Подобно рыку льва. И я сказал, каким образом это является частью размышления? Если я веду свое собрание воскресным утром в размышлению над Словом Божьим, где здесь место для рыка? Если, проводя тихое время с Господом поутру, я размышляю над Словом Божьим, когда я должен рычать? Я думаю, ответ – тогда, когда ты получишь откровение. И ты подпрыгнешь на ноги и закричишь «Да, Бог!» Вот это подходящее время для рыка или крика. Также подходящим временем для рыка является желание нанести поражение врагу. Это рык льва из колена Иудина. Он рычит на сатану и говорит «Пошел вон!» И мы можем это делать. Мы можем вести людей в рык. Не хотите попрактиковаться в рыке со мной? Хорошо, приготовьтесь. Мы собираемся зарычать вместе. Вы готовы? Поехали! Аминь! Интересно, правда? Это другой вид. Я думал, что Библия повелевает мне поступать так. Да, Библия повелевает нам. Скажите, Библия повелевает нам рычать, делать это. Скажите, Библия двадцать раз повелевает мне размышлять. И размышление включает в себя рычание. Итак, Библия повелевает мне рычать. И я буду рычать. Когда Дух внутри меня будет говорить мне делать это. Спасибо, Иисус. Аминь. Аминь. Какова ценность рычания? В чем ценность? Это эмоциональное высвобождение. Это эмоциональное напряжение. Мы эмоциональные люди. Бог сотворил нас такими. Часть пробуждения проповеди – это эмоции. Часть победы в Святом Духе – это любовь и радость. И это часть нашего христианского опыта. Когда я рычу, это расчищает паутину. Это освобождает меня. Я освобождаюсь от религиозности. А мне нужно освободиться от моей религиозности. Если сатана атакует меня сомнениями, страхом и неверием, я рычу на него. Успокойся и оставь меня. Я дитя веры. И я кричу и рычу об этом. Все, что я хочу, чтобы вы узнали, что это часть того, что Бог называет размышлением. И как учитель и пастор, я думаю, нам нужно привлекать людей к совместному размышлению. Потому что, когда мы размышляем, может случиться откровение. И я хочу, чтобы у них было откровение. Итак, следующее слово, которое определяет размышление – это «скорбь». Время, когда я буду скорбеть, это тогда, когда Дух Святой обличает меня, я каюсь. Я говорю, «Бог, я сожалею». И я отвращаюсь от этого греха. И с этого момента, Господь, я избираю вот этот путь. Через пару минут я хочу повести вас в молитве покаяния. И снова мы с вами ведем себя как тренер, который берет за руку и ведет куда-то. Размышление также включает в себя значение изучения. Итак, изучение приемлемо, если оно включает в себя все остальные элементы размышления. Другое слово, определяющее размышление – это молиться или молитва. Если я буду размышлять над Словом, я буду молиться над Словом. Мы можем вести наше собрание в молитве. Давайте сделаем это прямо сейчас. Пожалуйста, повторяйте за мной. Господь, я прошу Тебя, помоги мне стать учителем помазанным духом. Я хочу служить духом жизни моим людям. Я хочу видеть преображение их сердец. Я хочу больше, чем информации. Я хочу вкладывать откровения. Научи меня, как делать это. Научи меня делать это лучше, чем я когда-либо делал раньше. И, Господь, я прославлю Тебя за то, что Ты делаешь через меня. Спасибо, Господь. Аминь. Есть причина, по которой в мире мы не можем начинать учение с такой молитвы. Когда я обучаю, обычно я начинаю с подобной молитвы. Когда мы начинаем класс, мы приглашаем Святого Духа помазать, руководить и вести нас. Мы делаем так каждый раз, когда я учу и проповедую. Здесь, в студии, мы молимся всякий раз, перед тем, как приступить к занятию. В саму запись эта молитва не включена. Может быть, стоит. Когда мы молимся вместе, группой, что-то происходит. Мы переходим от нашей головы к нашему сердцу и мы углубляемся. Всякий раз, когда вы приступаете к проповеди или обучению, молитесь, чтобы Дух Святой дал отправение к каждому человеку в помещении. Слово «размышление» также включает в себя музыку. Вы можете включать музыку фоном. Это должна быть тихая, мягкая, ненавязчивая музыка. Это лишь фон, на котором вы открываете свою сердце. Я знаю несколько проповедников, во время проповедей которых фоном играет пианист. Мне очень нравится это. Мне нравится это. Мне пока еще не хватило смелости самому поступить так. И у меня пока нет пианиста, которого я мог бы брать с собой в поездке, так что пока это не получится. Но это стоит того, чтобы поэкспериментировать в вашей церкви, если захотите. Хорошо, и так библейское размышление включает в себя все эти аспекты. В то время как западный стиль обучения заключается в том, чтобы вложить в разум как можно больше фактов и информации. И это почему Библия не повелевает нам изучать. Потому что Бог говорит, что это весьма незавершенный процесс. Он не даст вам конечного результата, к которому вы стремитесь. Он даст вам информацию, но вы ищете откровение. Итак, молитва и все остальное должны быть частью этого. Есть еще одно слово, которое является частью определения размышления. Это воображать. Это воображение. Когда мы размышляем, мы в действительности рисуем картины. Когда я читаю библейские истории, я рисую эти истории. И когда я рассказываю о них вам, я пытаюсь нарисовать перед вами картины, чтобы вы увидели историю. Когда Иисус учил, Он всегда использовал притчи. Это истории в картинках. Великолепная проповедь всегда включает в себя великолепные рассказы историй. Когда я вел дневник, Господь сказал мне, чтобы я стал рассказчиком историй. Он сказал, что в центре твоего обучения должна быть история твоей и моей жизни вместе. Говори людям о тех вещах, которые я сказал тебе, и покажи, как твоя жизнь изменилась. А раньше я никогда не делал рассказ истории центром моей проповеди. Он сказал, сделай истории центром твоего стиля проповеди. Я призываю вас сделать истории центром вашего стиля проповеди. Я верю, что это в Матфеи 14.33, где сказано, и без притча Иисус не учил их. Итак, Иисус всегда использовал истории с картинами. Я хотел бы, чтобы мы обратились к другому библейскому стиху. Здесь говорится о рассуждении. Исайя 1.18 Исайя 1.18 Это единственный стих в Библии, который повелевает нам рассуждать. Меня это очень удивило. Потому что раньше я очень сильно увлекался рассуждениями. Но я рассуждал сам по себе. Я думал так, Бог дал мне разум, поэтому мне следует им пользоваться. Но истина в том, чтобы Бог дал нам разум, чтобы мы могли возвратить и представить Его Богу, чтобы Его Дух мог использовать Его. И Бог должен был обучить меня этому, потому что я не знал, как делать это. Итак, вот единственная заповедь рассуждать в Библии. Исайя 1.18 Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Единственная заповедь рассуждать, это тогда, когда я вхожу в этот процесс вместе с Богом. Он никогда не просил нас рассуждать в одиночестве. Поэтому я сказал, Господь, я думаю, мне следует покаяться. Потому что я слишком много рассуждал сам с собой. Псалмах Давид говорит, и это беспокоило меня, пока я не вошел в освятилище Божье. Давид не мог в чем-то разобраться, пока не вошел в присутствие Божье, и его не посетило откровение. И тогда я сказал, может быть, мне следует провозгласить это в моей жизни. Давайте сделаем несколько заявлений. Господь Иисус, я выбираю рассуждать вместе с Тобой. Я принимаю решение не рассуждать самостоятельно. Я выбираю, чтобы поток Твоего Духа руководил в моем процессе рассуждения. И когда я буду рассуждать, я буду взирать на Тебя. Я буду приглашать Твоего Духа руководить моим процессом рассуждения. Я настроюсь на текущие мысли и картины. И мысли и картины, которые ты даешь мне, я буду почитать их. Я выбираю рассуждать в Освятилище Божьем. Собственные рассуждения удручают меня. Потому что мои мысли – это не Твои мысли. Господь, я жажду лишь Твоих мыслей. Я отворачиваюсь от своих мыслей. Я отворачиваюсь от своих собственных способов рассуждения. И начиная с этого дня, я полагаю в сердце силу и Святого Духа рассуждать только вместе с Тобой. Господь, привлеки меня к этому. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Аминь. Итак, все это является частью размышления. Мы вместе говорим, мы вместе каемся, мы вместе провозглашаем. Давайте возвращаемся к Исайе 1, 18. Вторая часть стиха. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Хорошо. Ну, хорошо, кто-нибудь может мне сказать, почему грехи, как багряные, и что значит белее снега? Что это? Итак, мои грехи, как багряные, и ты убелишь их белее снега. Что это? Очевидно, это цвета. Но это более, чем цвета. Что это? Если бы это было реальное занятие в классе, я бы сам вытягивал из каждого из вас ответы. Я бы заставил вас дать мне ответ, я бы призвал вас к ответу. Я бы заставил вас обратиться к своему духу и извлечь оттуда истину откровения. И тогда она станет вашей истиной, а не моей. Тогда она станет чем-то, что вы запомните. Но раз вас нет рядом со мной, я скажу вам ответ. Ответ таков. Это картины. Здесь есть несколько картин. Во-первых, есть картины меня и моей нужды. Мои грехи, как багряные. Вторая картина – это то, чем снабжает Бог. Он убелит это, как снег. Не интересно ли это? Когда Бог говорит, что Он желает рассуждать, Он идет прямо к картинам и использует картины, чтобы сделать это. Смотрите, где я рассуждал, я не обращался к картинам. Я использовал логику, и я рассуждал. Что ж, это означает, что здесь есть кто-то, кто не знает, как правильно рассуждать. Либо Бог не знает, как правильно рассуждать, либо я не знаю. И я думаю, что именно я нуждаюсь в том, чтобы научиться рассуждать. Бог говорит, если вы собираетесь рассуждать вместе, убедитесь, что вы видите всю картину целиком. Если вы собираетесь рассуждать в собрании ранним утром, убедитесь, что вы нарисовали какие-то картины. Потому что вы хотите ввести свое собрание в совместное рассуждение с Богом. И если они могут сделать это, тогда Бог может дать им знание откровения. Итак, мы нарисуем несколько картин. Мы нарисуем больше, чем одну картина. Мы нарисуем две, одна рядом с другой. Одна картина — это наша нужда, и другая картина — это Божья благодать. Во время этих уроков я пытаюсь рисовать картины для вас. Две картины. Одна картина — это наша нужда. Мы хотим, чтобы Дух помазал пасторов, и думаем, как это может быть. Картина моей нужды такова. Я лишь передаю информацию, и она не является откровением для вас. Она не изменяет вас. Картина Божьей благодати такова. Он желает сделать нас способными высвобождать знания откровения и преображения нашим людям. Итак, я рисовал две эти картины в течение этого цикла. Я надеюсь, вы смогли увидеть их. Я видел их. Потому что, когда я учу, я учу, исходя из этих двух картин в моем разуме. Это стратегия, которую Бог научил меня из этого стиха в Исаии. Он сказал, «Марк, всякий раз, когда ты учишь, убедись в том, что есть две картины у тебя в разуме. Одна показывает, где находятся люди, где у них возникают трудности, там, где их нужда. И другая картина покажет, куда я хочу привести их этим утром. Поэтому, когда я учу и проповедую, я учу, исходя из этих двух картин. И если я учу из этих двух картин, я подключаюсь к потоку, эмоциям и страсти. Водчман Ни говорит об этом в своей книге о служении Слова. Он говорит, «Картины — это память Духа Святого». Он говорит, «Вы когда-нибудь работали над подготовкой проповеди вечером в пятницу и горели огнем внутри?» Она живая, полна страсти, и вы хотели бы видеть людей рядом с вами прямо сейчас, чтобы проповедовать им. Но их нет. Вы делаете конспект проповеди со всеми деталями. И когда вы смотрите в эти записи в воскресенье утром, весь огонь исчез. Вся страсть пропала. И вы говорите, «Бог, ты можешь вернуть мне огонь, помазание и страсть, которую я переживал в пятницу вечером». Он говорит, «Если ты возвратишься и посмотришь на картину, которую ты видел в пятницу вечером, я верну тебе огонь, эмоции и страсть». Это ценнейшая информация, которая помогла мне как проповеднику. Потому что теперь я знаю, как принести огонь и эмоции в мою проповедь. Я просто смотрю на две разные картины. Одна картина показывает, где находятся люди. Другая картина показывает, куда Бог хочет привезти их. Поэтому каждый раз, перед тем, как я учу, я прошу Бога дать мне эти две картины. Я говорю, «Господь, покажи мне, что ты хочешь совершить в жизни людей сегодня. Покажи мне, где их нужда и куда ты хочешь привезти их. И он покажет мне эти две вещи, и я буду держаться их в своем разуме, когда буду проповедовать или учить». Ну что ж, я думаю, мы готовы завершить этот урок. «Я думаю, я хотел бы, чтобы вы поразмышляли несколько мгновений, прежде чем мы закончим». Вот вам несколько вопросов, которые вы можете задать Господу. Господь, что ты хочешь сказать мне о рассуждении ведомым Духом? Что ты хочешь сказать мне о рассуждении вместе с тобой? Как это отличается от рассуждений в одиночестве? Что такое рассуждение, помазанное Духом, и как оно отличается от моего рассуждения? Господь, помоги мне определить это, чтобы я мог перейти к рассуждению ведомым Духом. Господь, поговори со мной об использовании картин в моих проповедях. Что ты хочешь сказать мне о роли и месте картин в моей проповеди? Итак, запишите эти вопросы на листе бумаги. После этого выключите видеозапись. Я хотел бы, чтобы вы провели пять минут в тишине, просто молились и записывали то, что Бог говорит вам. Если кто-то не записывает, просто рисуйте картины того, что Бог говорит вам. И затем вы сможете объяснить, что Бог говорит вам в этих картинах. Когда вы молитесь, я хочу, чтобы вы настроились на Его голос. Который выражается в спонтанных текущих мыслях, которые приходят к вам. Вы устремите свои глаза на Иисуса. Настройтесь на спонтанные мысли. И затем просто записывайте то, что будет приходить к вам в ответ. После того, как вы будете заниматься этим пять минут, я хочу, чтобы вы повернулись к кому-то и в парах поделились друг с другом, что вы получили от Бога. И после того, как вы сделаете это, может быть, несколько из вас могли бы поделиться с целой группой, что Бог сказал вам. Так что у вас будет возможность получить личное откровение. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты говоришь в наших сердцах. Благодарим Тебя за то, что слышим Твой голос. Ты сказал, овцы мои слышат голос мой. Господь, мы Твои овцы. Мы слышим Твой голос. Господь, мы принимаем Твой голос прямо сейчас. Мы благодарим Тебя за откровение, которое Ты даешь. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Продолжение следует...